Касым Жумар Тукаев единогласно избран председателем партии Нур-Отан. Кандидатуру действующего президента одобрили на внеочередном партийном съезде, в котором приняли участие около 400 делегатов. По словам главы государства, по итогам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Однако президент усомнился в достоверности данных, поручив провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. По его словам, партия не должна принимать позицию стороннего наблюдателя. Касым Жумар Тукаев также высказался о расследованиях по случаям массовых беспорядков в Алматы. Компетентные органы проводят расследования в целях выявления и привлечения к ответственности виновных лиц. Не должно быть сомнений, что эта работа будет осуществляться только в рамках закона. Все будет осуществляться под контролем Генеральной прокуратуры и моим личным контролем. Мы в обязательном порядке будем соблюдать права человека, отметил президент. Новые меры по поддержке зарубежных инвесторов предлагает внешнеполитическое ведомство Казахстана. Их озвучили представители МИД на встрече с главой Кабмина Алиханом Смаиловым. Это заключение со странами соглашения по оширении и взаимной защите инвестиций, а также устранение административно-правовых барьеров в процессе их привлечения. Свои программы действий на текущий год также озвучили представители Министерства внутренних дел и Мининдустрии и инфраструктурного развития. Так, МВД намерено построить в этом году модульные стационарные посты и участковые пункты полиции. Также восстановить инфраструктуру, материально-техническую базу и повысить правовую защищённость правоохранителей. В мире же планируют обеспечить прозрачность механизмов долевого участия в жилищном строительстве, а также реформировать дорожную отрасль, решить вопросы по импортозамещению и развитию МСБ в обрабатывающей промышленности. Энергетический сектор Казахстана к 2060 году достигнет углеродной нейтральности. Для этого будет разработана долгосрочная стратегия сотрудничества совместно с ЕБРР, сообщается на официальном сайте Фининститута. Так, только в прошлом году банк инвестировал 630 миллионов долларов в 18 отечественных проектов. Почти половина из них относится к категории зелёных. К слову, несмотря на январские события, большинство инвесторов намерены продолжить сотрудничество. Отметим, за годы независимости в страну было вложено свыше 370 миллиардов долларов. Лидируют по сумме капиталовложений Индерланды, направившие в казахстанскую экономику свыше 100 миллиардов в американской валюте. На второй строчке США с более чем 46 миллиардами долларов. Замыкает тройку топ-инвесторов Швейцария, вложившая в различные проекты 28,5 миллиардов долларов. Свыше 12,5 тысяч заражений коронавирусом зафиксировано за сутки. В Казахстане антирейтинг по приросту ведёт город Алматы. Здесь выявлено 2307 инфицированных. Плюс 2124 в Нурсултане замыкает тройку Карагандинский регион, где обнаружено 2043 ковидных пациента. В целом же с начала пандемии число заболевших коварным вирусом уже перевалило отметку в 1 миллион 204 тысячи. Между тем, по данным Министерства здравоохранения, лечение от КВИ к данному часу продолжает получать свыше 160 тысяч казахстанцев, 10 тысяч из которых в стационарах республики. К слову, в стране продолжается кампания по вакцинации населения. Двумя компонентами антиковидных препаратов привились уже более 8 миллионов 735 тысяч человек. В мире сделали более 10 миллиардов прививок от COVID-19. При этом несомненным лидером вакцинации является Китай. Здесь привились уже около 3 миллиардов граждан. Немногим отстает от Поднебесной Индия. Хорошие темпы иммунизации зафиксированы также в шести странах. В Объединенных Арабских Эмиратах, на Мальдивах, на Кубе, в Португалии, в Камбодже и Сингапуре. Здесь привито более 90 процентов населения. Еще в 18 странах показатель составляет около 80 процентов. Между тем, в большинстве африканских государств уровень вакцинации населения не достигает 10 процентов. Как следствие, там нет возможности для формирования коллективного иммунитета. Евросоюз одобрил для экстренного применения использования таблеток паксловид от коронавирусной инфекции для пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщается на сайте Европейского медицинского регулятора. Согласно результатам исследования, проведенного компанией Pfizer, он снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска на 89 процентов. Это первый одобренный в Европе препарат от болезни, который принимает запирорально. Россия провела военные учения на границе с Украиной с привлечением танков, бронетранспортеров и гаубиц. По тревоге подняты подразделения мотострелковой дивизии. На неделе в Минобороне заявляли о начале проверки боеготовности армии с участием более 6 тысяч военнослужащих. Тем временем, в ответ на стягивание российских войск границам Украины, НАТО привела в повышенную готовность свои силы на восточном фланге. На авиабазу ВВС Литвы приземлилась четверка датских истребителей F-16 в Пентагоне. Заявили о готовности перебросить за океан 8,5 тысяч американских солдат. Причиной аварии на электросетях в Казахстане стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Об этом заявили в компании КИГОК. По их информации, там из-за сбоя отключились 6 энергоблоков. Потеря генерации превысила 1500 мегаватт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел наброс мощности на транзит 500 киловатт север-восток-юг Казахстана с последующей его перегрузкой. Пояснили в компании. Напомним, 25 января случился масштабный блэкаут, который затронул Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. В результате без света остались жители Алматы и южных регионов республики. Тем временем в соседних странах и вовсе не было электричества. Казахстан намерен увеличить долю внешней торговли, переработанной продукцией, в общем объеме экспорта товаров АПК до 70%. Сейчас этот показатель почти наполовину меньше. Для достижения цели в стране реализуются проекты в области сельского хозяйства, ориентированные на экспорт. Так, в прошлом году в республике введен в эксплуатацию ряд производств по переработке мяса, молока, масличных культур, пшеницы, а также по производству макарон и крупенных изделий. В Минсельхозе отметили, что число таких производств ежегодно будет только расти. Что касается инвестпроектов, в сфере АПК до 2025 года запланирован запуск 934 таких предприятий. Если в прошлом году было запущено свыше 280 таких производств, то в этом году ожидается чуть больше, свыше 300. В целом сегодня в пуле инвестпроектов находится порядка 100 предприятий по переработке сельхозпродукции. Реализация данных инвестпроектов позволит оказать положительное воздействие на экономику Казахстана, увеличить экспорт переработной продукции, а также снизить зависимость от импортной продукции. Часть зимней олимпийской сборной Казахстана прибыла в Пекин. Отметим, первыми в Поднебесную прилетели сборные по конькобежному спорту, фристайл-могулу, шорт-треку, горным лыжам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Остальные спортсмены пока тренируются на базах в разных странах и прибудут в Китае чуть позже. В целом за медали разного достоинства поборются 34 казахстанских спортсмена. Организаторы отмечают, что в Олимпийскую деревню уже прибыли 400 атлетов из 20 стран мира. К слову, 24-я зимняя Олимпиада стартует уже 4 февраля и завершится 20 числа следующего месяца. Сейчас проходят последние тренировки перед Олимпиадой, чтобы быть в нужной форме. Настрой боевой, надеясь вернуться с медалью. Настроение очень хорошее. Каждый спортсмен ждал эту Олимпиаду 4 года, и я в том числе. Теперь постараемся хорошо выступить. Продолжение следует...